всем привет меня зовут андрей вы на канале industrial tool это канал об инструменте и про инструмент сейчас 2020 год я поймал себя на такой мысли что большинство техники сейчас стала аккумуляторной и аккумуляторная она стала не только настройки где перфораторы там болгарки и прочее ну и домашняя техника это те же телефоны фитнес-браслеты бритвы зубные щетки появились уже самокаты аккумуляторные ну и сегодня я представлю вашему вниманию такую штуку как аккумуляторная кофемашина makita сейчас я выехал на природу чтобы отдохнуть и выпить чашечку ароматного свежего свежесваренного кофе с собой я взял вот такую кофеварочку работает она от аккумуляторов аккумуляторы сюда подходят как 10 и 8 вольт серии cxt так и серии lxt 18 вольт и 14 вольт то есть почти все аккумуляторы компании makita можно использовать данным девайсом я с собой взял не на одну чашечку чуть-чуть аккумуляторов я думаю это много можно было взять и пару я уже ее опробовал дома и скажу что аккумуляторы жрет она как не в себя то есть 3 амперник за пять минут почти в ноль разряжается и если сразу же поставить его на зарядку зарядка его не заряжает он становится очень горячий она включит режим охлаждения поэтому использовать китайские аккумуляторы на этом кофеварке я не советую потому что у них нет защиты нет здесь аккумуляторы можно увидеть имеется звездочка нарисована также звездочка нарисована состоит кофеварка из такой удобный ручки для переноски сверху есть крышечка на крышечке ловина ложечка для набора кофе здесь контейнер для воды на 240 миллилитров когда вы его достали имеется защитный клапан и вода не выпекет спереди ставится кружка макита вот с такой крышкой сверху вставляется контейнер для засыпания есть еще один контейнер 2 который в данный момент здесь нет он предназначен для использования кофе в капсулах но весь специальные какие-то капсулы должны быть от компании макита в россии это сложно купить по моему даже невозможно но на амазоне я видел можно приобрести есть кофе именно для этих кофеварок прямо от компании макита ну и давайте попробуем сварить чашечку кофе берем мерную ложечку я взял с собой кофе кофе привезли мне с кубы я не такой фанат кофе в картах не разбираюсь берем столько кофе то есть ровно мерную ложечку засыпаем распределяем по ситечку закрываем заправляем кофеварку можно достать контейнер для воды специально подготовленная вода макита на самом деле обычная вода из-под крана наливаем ровно 240 миллилитров по мерным отметкам налили закрываем крышечку в инструкции написано что во время работы крышечку эту открывать нельзя многие я видел открывают ставим чистую чашку закрываем ее крышкой устанавливаем аккумулятор вот смотрите я покажу сейчас полный заряд и здесь есть кнопочка мы ее нажмем загорится красная лампа нельзя ничего трогать доставать пока лампочка не остановится я просто видел делал видео папа карла у него еще не доварилась он достал там все капала потом он попробовал сказал кофе полный левну включили ну и ждем ожидаем минут пять наверное прошло некоторое время он там забулькала чё-то забулькала закапала ну весь процесс я думаю снимать нет смысла потому что пять минут показывают как стоит кофеварка и ничего не происходит только бульки идут смысла нет прошло не знаю минуты три наверно кстати вот на природе на улице четверкой я не чувствую нагрева чашка горячие посмотрим вот я просто дома сегодня промывал я покажу вам как промывать потом промывка простая просто без кофе заливаешь обычную воду и ставишь на прогрев ставил 3 амперный аккумулятор и он нагрелся очень сильно там снизу есть вентиляционное отверстие может быть на стояние закрыты хотя на ножках стоит здесь у нас продувается под бревнами вот сейчас уже такие тепленькие пар выплюнуло все лампочка потухла а это значит наш кофе готов добавим добавим вот 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 И будем наслаждаться прекрасным вкусом. И теперь, как обещал, давайте посмотрим, насколько сел аккумулятор. Аккумулятор, кстати, теплый, не горячий, как трешка была дома. И съела всего одну палочку. Честно, я что-то сейчас удивлен. Либо у меня тот трехамперник просто уже настолько старый, что он уже все, наверное. То есть, наверное, с одного аккумулятора две, три, а то, может, и четыре, сейчас что-то, ну, четыре вряд ли. Так, дальше смотрим. Вода полностью ушла. То, с кофе. Вот фитички осталось. Тут надо вытянуть мусор и засыпать новую порцию. Дальше в видео я покажу вам, что внутри этой кофеварки. Мы ее разберем. Посмотрим, сколько стоит каждая деталь. Пока я останусь наедине со своей чашечкой кофе. Поставил почти сразу же вторую чашку кофе на заварку и этот же самый аккумулятор, который еще не совсем остыл. Ну, точнее, он даже не успел остыть. Посмотрим, что покажет. Заварили вторую чашку, аккумулятор уже нагрелся прилично и вот его высадило. То есть, короче, желательно, наверное, одну чашечку в один аккумулятор и давать остывать. Потому что он очень сильно. Кошает она так сильно аккумуляторы. По причине того, что здесь написано. Напряжение потребления. Если аккумулятор 10,8 вольт, 12 вольт, то 190 ватт. 14,4 вольта, 270 ватт. А 18 вольт, аж 300 ватт. Вот и весь ответ. А теперь давайте разберем эту кофеварку и посмотрим, что у нас внутри. Я вот распечатал внутрую схему. И подготовил артикулы деталей. Здесь вы можете видеть стоимость каждой запчасти. Ну и давайте по порядку. У нас идет 27 позиция. Крышка чашки 140 рублей. Сама чашка 890 рублей. Но чашка почему-то называется чашка плюс шелковое сито. Не знаю, о ком сити идет речь и что они имеют ввиду. Дальше у нас выдвигается 8 позиция. Это сменный блок 260 рублей. И внутри у него седьмая позиция блок фильтра. 190 рублей. Также у нас есть шестая позиция. Это выдвижной контейнер Makita 140 рублей. У меня его нет. Для капсул, короче. Дальше здесь у нас под крышкой лежит позиция номер 2. Это ложка 78 рублей. И позиция номер 3. Бак для воды 780 рублей. Ну а теперь приступим к откручиванию. Кстати, в схеме указаны ножки 4 штуки. Но заказать их нельзя. Продажи нет. Откручиваем 6 винтов. Позиция 26. Каждый винт стоит 14 рублей. Винты 3 на 12. Откручиваем еще 2 винта. Позиция 22. Такие же точно. 3 на 12. И открутим сразу. Вот здесь еще есть 2 винта. Позиция 22. Точно такие же 3 на 12. Но здесь они черные. Сняли блок. Здесь у нас есть 2 винта, которые в схеме не указаны. Винты с шайбами. И теперь можно снять вот эту крышку. 21 позиция. Крышка аккумулятора. 300 рублей. Внутри у нас прикручена позиция 18. Держатель аккумулятора. Комплект 740 рублей. Непонятно. Непонятно. Оба идут. Или одна штучка. 740 рублей. Закрученные на винты позиции 17. Такие же точно. По 14 рублей. 3 на 12. Крышка. Позиция 19. Называется корпус аккумуляторов. 750 рублей. Обратите внимание. Контакты припаяны. Обычно в шуруповертах они просто одеты. Вот как вот эта контрольная клемма. Здесь же запаяна. Так. Теперь пробуем снимать. нижнюю крышку. Сняли. Какая-то прокладочка металлическая. Точнее. Она не металлическая. Она металлизированная. Это 25 позиция. Основание. 540 рублей. Смотрим, что у нас внутри. Открутим два винта. Позиция 24. Такие же. 3 на 12. Два штуки. Здесь у нас кнопка. И вот такая плата. Идет позиция 23. Выключатель PCP в сборе. 670 рублей. Но его, кстати, тоже можно разобрать. На схеме это не указано. Он идет вместе. Кнопочка прорезиненная. Винтики маленькие. На схеме они не указаны. Здесь плата компания Top Band. Модель CM501D. Ну, для какой модели. Плата E56334. Чтобы дальше разобрать, мне здесь понадобится длинная отвертка. Так, откручиваем винт 12. Это 3 на 12. 14 рублей. Теперь откручиваем 2 винта. Позиция 10. Такие же. У 14 рублей. И откручиваем 3 винта. Позиция 12. Ну, здесь почему-то 1 показывает. Хотя их тут аж 3 штуки. Откручиваем еще 6 винтов. Позиция 14. Винты 3 на 12. Вот, 14 рублей. Вот. 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 Я не буду рассоединять провода. Дальше у нас идет вот здесь плата. называется вот эта деталь. Позиция 9. Комплект основного корпуса. Самая дорогая. Стоит 4,890 рублей. Прикручен он и подсоединен рядом комплект нагревательных трубок. Комплект тоже не дешевый. Стоит 2630 рублей. вот это вот можно чистить от накипи. Идем дальше. Здесь можно открыть еще 6 саморезов. и 6. 7. 8. 10. 10. 10. 11. 13. 14. Значит вот эта ручка идет в комплекте 4 запчасти вот этих. Позиция 4. Комплект рукоятки 570 рублей. Ну а здесь я не буду снимать черная крышка крышка водяного бака 190 рублей и верхняя и средняя крышка 1810 рублей. Вот это основной корпус 630 рублей. Видите здесь загрязнено. загрязнено. Здесь у нас пружинка. Вот такой птик. Еле нашел этот птик. нагрязнено. Ну и здесь такая накипи конкретная в трубке. В трубке имеется много накипи. и в этой тоже самое сверху. Видите, да? Этих трубок и вот этих деталей на схеме не указаны. Возможно они идут вместе с основным корпусом. Ну вот вы увидели основные запчасти как устроена кофеварка Макита. Теперь я ее помою и соберу обратно. И попробуем заварить кофе. Посмотрим будет ли она работать. Тестовый запуск. Залил просто воду. Все работает. Время . Время . Время . Время .